Сайты, социальные сети, смс-рассылки пестрят завлекающими призывами заработать большие деньги, не выходя из дома. К сожалению, ладомания сейчас распространена среди казахстанцев всех возрастов. В онлайн-казино играют даже школьники. Машилиси подняли вопрос о борьбе с игорным бизнесом. Перечень лиц, с которым нельзя участвовать в азартных играх, будут несены граждане, о которых имеются сведения о едином регистре должников. Такого прежде не было. Это бедные семьи. Я разговаривала с одной семьей, вроде бы вот пенсионеры, он подрабатывает и пенсия. Говорю, наверное, хорошо живете. Он говорит, сын разоряет, без конца пока берет эти кредиты, эти ладомания, играет в игры. Мы только успеваем его долги. Подросток. Это же ненормально. Как считаете, какую работу нужно вести? Работу в просветительской школе, в средних заведениях, в высших. Конечно, печально слышать, когда по новостям дают показания, то, что какой-нибудь человек проиграл в лудомании, сделал ставки, даже в то самое казино. Обидно то, что некоторые прям жертвуют очень сильно своей даже семьей. Из-за азартных игр страдает молодежь и доверчивые пенсионеры. Это печально, так как реклама казино везде. Новая норма обсуждается с целью оградить граждан-должников от желания быстрого заработка и негативных последствий азартных игр. Также предусматривается ограничение доступа к азартным играм, злостных неплательщиков штрафов, налогов и алиментов. Проверка будет идти в букмекерских конторах и других местах. Поправки запрещают рекламу букмекерских контор и тотализаторов в СМИ, в том числе и интернет-ресурсах, за исключением рекламы в теле и радиоресурсах, которые базируются на освещении спортивных событий. Тамерис Шумбаева, Жастан Жубаев, программа «Факт».